Всем привет! С вами канал MyCrazyHands. Сегодня я хочу вам показать, как сделать джонку. Джонка тем полезна, что она буквально начинает леть от одной искры. Иногда возникают вопросы, как ее сделать, потому что там есть определенный момент, когда нужно снимать баночку с костра, когда нужно ее оставить в покое, дать ей прогореть нужно. Итак, костер разгорелся. Чаще всего используют хлопчатобумажную ткань, она лучше всего подходит, но практика говорит, что старый джинс, он идет лучше всего. То есть, что мы делаем? У меня с собой обычная жестяная такая коробка, она закрывается. Кусочки ткани я кладу внутрь, закрываю. Далее делаю маленькое отверстие. Такое хватит вполне. И просто эту нашу коробочку железную вместе с тканью джинсой кладем прямо в огонь. Все. А теперь просто будем следить за процессом. Итак, ребята, вот как раз тот момент, когда из отверстия начал валить дым, появился огонек. Еще такой момент. Сейчас дым будет еще больше идти. Вот видите, да? Сейчас что происходит? Если сейчас достать, то она будет еще не готова. В этот же момент, вторая часть, если передержать, то она будет очень ломкой. Поэтому я снимаю как раз таки сейчас процесс полностью, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вон огонь еще идет. То есть, она выгорает. Вот эта краска. Так. В принципе, мы уже можем его снимать. Все. Теперь мы будем ждать, когда оно остынет, чтобы я открыл и показал вам, что у нас получилось. Итак, эта коробка у нас остыла. Сань, подержи. Коробка у нас остыла. Открыли. Вот что у нас получилось. Четыре, темненькие, нашей ткани. То есть, теперь, давайте проверим, как она будет работать. Вот. Смотрите, она сразу клеет. Вот о чем я говорил. Я думаю, жонка очень полезная вещь. И несколько штук иметь с собой всегда хорошо. Один минус у нее есть. Один минус. Она очень боится влаги. Поэтому лучше всего ей класть полиэтиленовый пакет, который имеет свой замочек. Мы сегодня делали жонку. Она у нас получилась, сработала. До новых встреч. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. С вами был канал My Crazy Hands. Удачи вам. Пока.